Есть имена спортсменов, которые идут сквозь время. А кто сказал? Врачи? Они сидят в урзинаторской, бухают, там спирт, пьют. Они же не пробовали, да? Ну смотри, вот-вот-вот, вот, как будто он колбаски, азянут на коже вот. Раньше грудки, ой, мучился грудки. Я про мягку раньше не слышал. Мне одного жанка вообще отдавали, там, одному лифтёру. Пыль вылетела. Я что такое? Я в воду мешаю, там пенопласт плавает. Скажут, он на турашку, блядь, я просто в оборок упаду. Есть ли это метан? Я говорю, ну так, поклевать. Скрипят, блядь. Скрипят, друзья мои. Александр, Александр Ишанькин. Я не знаю, знаете, есть имена спортсменов, которые идут сквозь время. А есть люди, которые являются примерами и легендами, иконами для многих поколений. Ишанькин, если не ошибаюсь, 69 лет, верно? Нет, зачем? Через месяц 70. Ну, зачем ты говоришь 70? Ну, считай 70. Считай 70, считай 70. Друзья мои, я, когда мне что-то говорят про бодибилдинг, вообще хоть что-то, вот когда ты сейчас говоришь, там, про возраст, а что будет, а как, вот, там, я говорю, ребят, сейчас все тормозим, дружно, в момент тормозим, в инстаграме беру, вбиваем, друзья мои. Александр Ишанькин, я говорю, смотрите. Все-таки, я говорю, так, челюсть поправляем обратно. Бодибилдинг, это хорошо. Нет, прикольно же, да? Это потрясающе. Конечно. Как? Все-таки, вот, вы сами считаете, это ваша какая-то сверхгенетика, или это все-таки правильное занятие одним из самых потрясающих видов спорта бодибилдингом? Вот, это правильно говоришь. Потому что бодибилдинг, это для всех возрастов. Вот у нас проводят соревнования 7-летние, да, люди, ну, и 7 лет, и вот 70 лет, да, в любом возрасте, как бы, этот вид спорта для всех доступен. А я, ну, как, у меня, я просто в зале работаю, если бы я на заводе работал, я вновь, и смог, да, персоналку провожу, если время свободное, я тренируюсь. Я каждый день, вопреки докторам, каждый день, есть время два раза в день, каждый день, без выходных, нормально, а то нагрузка на сердце после срока нельзя. А кто сказал, врачи, они сидят в ординаторском, бухают, там, спирт пью, ты, они же не пробовали, да? Справедливо. Конечно, они же не пробовали. Вот. Ребята, вы чувствуете уровень энергии, да? Там, молодые-то ребята, там, о-о-о, сложный путь. Да, 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 умирают, а вам не путь. Это потрясающе. Я хочу несколько ваших личных правил для ребят, касательно бодибилдинга. Вот что вы считаете, там, вот, именно ваш подход. Я знаю, что вы, если я правильно помню, вы не фанат кардио, вы больше считаете только повторка, это более подходящий вариант. А ты откуда знаешь? Потому что, я говорю, есть люди, которые являются... Ну, смотри, вот я что скажу, вот, я говорю, ты как, это тренер, что там написал питание? Ну, вот 100 грамм жиров, там, или 78 грамм жиров, там, я говорю, 80 грамм жиров, 9,8, 720 калорий. Это такой, кардио-то и жиры даже не сожжешь, а свой жир, когда ты его сожгешь. Поэтому, поэтому, да, вот много повторка, и у меня, как бы, несколько, ну, суперсеты, или, там, две группы мышц сразу. Вот, грудь, плеч, допустим, сразу. У меня вот так по кругу 4-5 упражнений. Вот оно и кардио получается такое силовое. Поэтому на кардио время тратить, ну, просто времени нет, я лучше покачаюсь. Справедливо. Мне тоже такой вопрос, типа, я хочу, чтобы похудеть, делать кардио. Я говорю, с точки зрения науки, силовая работа сжигает большее количество энергии. Значит, вы можете эффективнее сжигать энергию, тратить килокалории, выполнять силовую работу. Ну, смотри, вот, 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 как будто он колбаски, я делал на коже, вот, вот. Бескардио. Бескардио. Нет, кардио полезно, конечно, погулять на свежем воздухе, там, пробежать, подышать. Сердечко, дыхалка, там, все классно. Там, кислородом насыщаешься, работоспособность повышается. Но у меня и так нормально, я погулять тоже люблю. Отлично. Первый секрет, у вас больше того, работа. Давайте что-нибудь из питания. Вот, особенность, которой придерживаетесь вы. Ну, смотри, питание, это, в общем-то, главное. Я чего придерживаюсь, ну, я, вот, сварил яйца, да, там, семяточку. Не то, что там, переварил, я 4-5 и подавишься. А я, вот, они закипели, в сторонку убрал, и минут 7-8, и, получается, семяточка такая. Ну, чистить смятку уже, это, долго, нудно. Я так расколол, раз, разломил, ложкой желток убрал. Ну, вот, 7-8 яиц, там, допустим, белочков, и, ну, один желток. Ну, рис, там, и зелень какую-нибудь. Или раньше грудки, ой, мучился грудки. А сейчас котлеты из индейки, там, прокрутите с супругой, котлеты сделаете, все прекрасно. Ну, и также рис, овсянку, там, что-то, гречку, зелень какую-нибудь, все. Вот такая простая еда. Потому что, что я скажу, ну, как пример. Допустим, человек дотритин, молодой, у него все, печень, почки, там, все, да, чистые. А потихонечку фильтр-то, если вот взять фильтр, чистой водой наливаешь или грязной. Грязной водой фильтр забился. Ну, и также есть такой, всякую ерунду, там, мусор вот этот, пищевой, да. Забиваешь организм, ну, и там уже, пусть он с рога, 50, уже печень, почки, папиллому, там, прыщи, там, все. А у меня все чувствует, видишь, кожа, ни одного прыща, да. А я про жиры скажу. Вот, упреки. Давай. Тоже всем, даже, может, тебе. Ну-ка, сейчас проверим. Да. Вот смотри, мы с Димой, ну, как вот, пример такой, тоже я пример привожу. Значит, давно где-то вычитал. Если вот в одном магазине ботинки 4 тысячи, а в другом 9, такие же точно. Ну, зачем за 9 покупать, когда можно за 4? Вот, жиры 9 килокалорий, белки 4, углеводы 4. Поэтому жиры убрал, вообще убрал, это я всю жизнь без жиров, вообще. Как я живу, я серьезно? Мы с Димой, подожди, вот, 90-е годы, там, 2000-е, 5 белков, ну, денег не было, там, вот, 5 белочек фудра в обед из 5, 5 омлета из 5 в обед и 5 белков в вечер. Ни одного женка вообще отдавали, там, 1 лифтёру. Ну, рис и зелень, там, помидоры, гуты, все, без жиров абсолютно вообще всю жизнь. И как я выжил, я не знаю, все нормально. А жиры, там, это, ну, как бы доказано, что для обеда вещей, для кожи, для, у меня вот... Мембрана клеток? Волосы не вырвать, ногти там, ногти, смотреть нормальные, волосы не вырвать. Ну, для волос нету, окей, это существует, поэтому вот, серьезно, без жиров. Омега-3, там, да, витамина-3. Я про омегу-то раньше не слышал, я пахал всю жизнь, так же, как и сейчас. А сейчас омега-3, там, бутяк. А бутяк, что такое? Кислоты. Ну, я знаю, бутяк. Прошел. Смотри, молекула белка, я сейчас антиреклама. Молекула белка из 21-й аминокислоты, в основу, основа галютамин. 8 незаменимых, из них, изолитин, эфин, валин, вот бутяк. А вот это, а что такое, бутяк, ну, это аминокислоты, длинные цепи, они через 10 минут в крови. Знаешь, от Головнева, Мишу? Да. Он мне рассказывает, фирма, это его спонсор, у него питание спонсора. Так, рассказывает, бутяк, а, через 10-15 минут в крови, туда-сюда. Вот такая банка 2000, аминокислоты, ну, вот такие вот, бутяк, маленькие. Ну, я так вот горстку запил, что, говорит, 10, наверное, тренируюсь минут 20, может, полчаса, а потом путь вылетела. Я, что такое, я в воду мешаю, там пенопласт плавает. Ну, вот, а он мне рассказывал, что они через 10 минут крови будут. Ну, понятно, если жидкие, да, может быть. Но, опять же, а комплексные, ну, на 5 минут позже, 5 минут, что-нибудь решает. Гидруэй, допустим, там, да, вон, такая обработка мелкая, что через 20 минут расщепляется на мин кислоте. Ну, и все выпил, и, в общем, антиреклама быца, фу, извините, не пьете быца. Вообще никогда, никогда. И жиров, а вот в рацион, считаете, у вас есть записанный колорий, если просто у вас там есть, план, 5 яиц, 6 яиц, все, 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 не подсчитывайся. Никогда в жизни я больше, что-то здесь ем, я, вот, как я сказал, питаюсь, я вот всегда так питаюсь. Питаться и 15 в день, немного рису, овощи, и... У меня в еде вот такой вот запас, я буду побольше кушать, я еще подкачал. Не, ну, видишь, сейчас я добавил уже чуть-чуть. По объему есть. Да, намного лучше, и, там, вроде, смотрю, объемнее. Вот, а это, кто считает? У меня там, друг, считай, такой, такой, все расписал, такой умный, 4,5 тысяч калорий. Ну, наелся, а друг его, они вместе, там, из Пермиспенского края у нас работают, до 800 калорий, до 8 тысяч доводил, до 110 калорий набрал, сейчас килограмм, ну, может, около 90, но там нет ничего, не осталось. Поэтому, тренироваться, тренироваться и тренироваться просто. Так, давай еще, я еще хочу что-нибудь узнать. Так, давайте так. Тут у нас, во-первых, допингов в бодибилдинге нет, но вот, если бы в какой-то вселенной существовал допинг, какой бы, наверное, может быть, допинг-спасатель или спортсмену, классический курс, наиболее эффективный или безопасный, или какой-нибудь препарат бы больше вам всего нравился в альтернативной вселенной? Вот смотри, вот сейчас. Сейчас скажут, он на турашку, я просто в оборку подумал, блядь. Нет, 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 вот курс, как у вас покатя, я говорю, у меня покатя, у меня курса просто нет. Я так один раз в неделю кубик сделаю, и все. О, а вот сейчас я готовился, ну, гормон, там, две единицы, и кубик деки в неделю. И не беду еще, там, месяц раз. Все. Ну, это, кажется, все, скорее, да, это такое, да. Ну, серьезно, вот все, вот клянусь. Вот так можно было, оказывается. Нет, зато я и живой, потому что, ребята, там у меня вот Корнюхин, да, допустим, он тоже там распишет, вот так вот, глаза закрыл, кому-нибудь, не мне, а кому-нибудь. Я бля, вот так вот, ну, и там, ребята. И всю карьеру были низкие дозировки? Всю жизнь. То есть, вот, чуточку и пахать. Да, и пахать. Ну, ведь сам лишь, зато я и здоровый живой. У меня друзья Вова Схаляха, Вова Старом, меня обыгрываю. Там, это, да, со Смоленской, Демко Поляков, там, Тагир, ну, Тагир, да, жалко, но. Вот, а там, Лишевский, ты не знаешь, был такой, бандит такой ходил, важный, блядь, там, старый, в общем, все там. Все там, да. А я тут, нормальный. Поэтому, вот это вот. А они любили побольше? Там не просто больше, там нормальные курсы были. Там, есть это металл, я говорю, ну, так, поклевать. Вместо витамина? Да, просто. Это ребят. Не, ну, поэтому курса нет, и поэтому мне все, это, делали УЗИ всех органов. Ну, у меня икают, да, как бы, давно уже. Неврология? Ну, да, это ладно, вот меня, это я, да, в Свердловске, министр здравоохранения, Карлов Андрей Александрович, у меня, ну, как бы, тренировался. Давай тебя обследуем. Сделай мне ФГС, нормально. Так, может быть, это пищевод, когда пищеводит, там где-нибудь, рентгеноскопию, с барем, переворачивали, нормально все. Так, наверно, диафрагма, МРТ надо сделать, нормально. КТ надо делать, вот там желудки, там, мешок, да, нормально. Все нормально. Еще, чем нужно. Все, короче, сделали. Ну, это, сам, кардиограмма, давление 120 на 80, кардиограмма хорошая, так что все хорошо. То есть, состояние здоровья идеальное? Да, я хочу, вообще, ну, в любом случае, мы о чем-то думаем. А бодибилдинг, соревнования, да, вижу, на сцене у вас постоянно, регулярно. Это, каждый сезон, будете. У меня, вообще, 19-й чемпионат мира я участвовал, на 3 не поехал, был готов, ну, там, Сальвадор какой-то не поехал, ну, что за страна, да, в 15-м форма была вообще. С 17-м супругом всю ночь мучилась сердцем, скорую везла, ну, может, а мы с ним уже билеты взяли, говорю, миллион, может, там инфарк, не поехал. Ну, в 4-м году денег не дали, вот, а был готов, это, считай, 21 чемпионат мира, там, 3 или 4 Европы, это вот 25 подготовил. Ну, я всегда готова, я чуть пожестче, я готова, чуть пожестче, а так, я же не разъедаюсь, мне некогда. Всегда в форме. Соревнования будут до самого предела. Я, ну, не знаю, но пока я хорошо себя чувствую, сейчас, говорит, какой хорошенький, я говорю, осенью посмотрим, если будет нормально все, я лучше буду. В этом Москве же будет чемпионат России, да. Обещают нарядно. Ну, я, не, я уже настроился, мне же, не за две недели настроимся, а за полгода. Вот, хороший вопрос. Многие ребята у нас, знаешь, они кайфуют, отдыхают, такие, у, скоро соревнования, давай готовиться. Мне кажется, что у тебя должна начаться подготовка в тот момент, когда ты сошел со сцены, медальку снял, и ты должен, значит, готовить зал. Да, к следующему турниру, который, по сути, ну, можно поедать. Не, серьезно, серьезно, я в чемпионаты приехал, я чемпионат мира, в игру 2 месяца, 2, там, как люди отдыхать. Я иду в зал, чтобы форум не испортился, и готовлюсь к следующему. Да, всю жизнь вот так. Александр, я вас благодарю. Это суперкруто, я желаю вам долгих лет. Ну, я за вами смотрю всегда срочно, да, всегда смотрю. Спасибо вам огромное. Сейчас я покраснею. Спасибо вам огромное. Нет, чего спасибо-то? Ну, я просто знаю, что будет. Когда человек будет на сцене, будут самые громкие аплодисменты из тех, которые были за эти дни в зале. Это всегда так. Давай покажу. Давай. Давай так. Лёна, по свету, хорошо? Давай. Все показывают без пресса, что, да? Да. Ну, обидеться, шерча еще, а он у меня всегда стоит, всегда на месте. Очень круто, ребята, супер. Я просто благодарю. Огонь.